Соединенные Штаты имеют миллиарды в биткоине на своих балансах. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, где мы регулярно разбираемся, что происходит с биткоином и с другими криптовалютами. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то срочно исправьте эту ошибку и погнали. Что мы можем видеть? На недельном таймфрейме у нас с вами вторая недельная свеча хайка наше. Вторая недельная свеча хайка наше на зеленые точки на сайфере. Это достаточно сильный сигнал, типа такой, как был вот здесь. Но здесь это еще сопровождалось параболик саром. Сейчас пока это не подтверждено, то есть ждем первую белую точку по параболик сару внизу для подтверждения того, что мы увидим более внушительный рост. Но, как вы видите из истории, рост на самом деле всегда у нас внушительный, когда на недельках мы видим зеленые свечи хайка наше, как было вот здесь и вот здесь. Многие сейчас паникуют в моменте от краткосрочной волатильности, потому что вот вроде мы подросли, начали отваливаться. И многие не досидят до целей, как обычно это и происходит, и зашартят сейчас. Ну, либо заберут прибыль. Это, в принципе, одно и то же. И именно на них, скорее всего, мы и полетим выше. Но, естественно, дисклеймер, не финансовый совет. Сами все понимаете. На Femex продолжаю держать лонг по биткоину с краткосрочными заборами вот сюда на 45, 47, 51. Но это такие небольшие заборы. В целом, верю в продолжение роста, но с, возможно, какой-то коррекцией. Типа вот такой. На байбите тоже держу. Плавно разгружаются автоматические лонги. По Ripple посмотрите, какая была у нас интересная свечка. Ripple сегодня у нас, конечно, лидер из топовой альты, из старичков. Посмотрите, как он хорошо подрос. Ripple запампился на 54%. Отсюда даже вообще все 68. Поэтому поздравляю всех XRP-ходлеров и XRP-лонгеров с этой промежуточной отметкой. Я думаю, что мы пойдем еще выше. Теки тоже вот расставил на 0,98, на доллар с чем-то и так далее. По дэшу тоже самое. Держу лонг. Ну, как бы глупо его реально не держать. Как вы сами пишите, кто по 130 еще набирал, а сейчас по 120 разгружаешься, говорит Гринин. Но я разгружаю только маленькую-маленькую часть позиции, спекулятивную, именно большие плечи. То есть разгружаю, здесь если упадет, добираю. Как показывал во вчерашнем стриме. Но на битке, что мы можем еще видеть, на трехдневном таймфрейме мы уже видим первую белую параболическую SAR-точку. Будем надеяться, что это как было вот здесь или вот здесь. Но, как вы можете видеть, вот здесь эти две точки ничего нам не дали. И вот здесь у нас были четыре точки и тоже по большому счету ничего нам не дали. Поэтому смотрим, как мы сейчас закрепимся. Ну, на дневке в целом у нас картина очень интересная. Посмотрите-ка. Мы пока еще под сеткой MA Ribbon. Тем не менее, мы пробили нисходящую наклонку и уверенно поднимаемся выше сетки MA Ribbon. Также мы пробили предыдущий уровень, куда колола тень вот здесь вот на прошлой коррекции. Это уровень 42 тысячи. Мы его тоже пробили. И вот интересно, как мы удержим сейчас его и сетку MA Ribbon как поддержку. При небольшом откате что-нибудь такое может спокойно произойти. И не разломать всей бычьей картины. Тем более, смотрим за Money Flow. На дневке Money Flow уже практически перешел в зеленую зону, что будет свидетельствовать о локальной перемене тренда, как вот здесь. Ждем, пока сетка MA Ribbon развернется. Money Flow увидим зеленый. И уже начинаем тогда рассматривать вариант с переписыванием All Time High и какой-то мега бычий сценарий. Потому что пока все это может быть, конечно, просто коррекция. В рамках коррекции вот куда-нибудь до уровня золотой карман 61.8 по Fibonacci, то есть 54-55 тысяч. Мы можем спокойно отскочить, даже если это у нас с вами медвежий сценарий с более глубокой коррекцией перед продолжением роста. Во что лично я не верю. Я рассматриваю сценарий, может быть, с менее глубокой коррекцией продолжением роста. Но посмотрим, как оно будет. Сами понимаете, рынок достаточно спекулятивный. Также мы можем наблюдать за вот этим уровнем предыдущего дна. Это у нас 41 тысяча примерно. То есть мы можем кольнуть даже ниже 40 при фиговом раскладе и потом отскочить и все равно остаться в бычке. Да, и еще также по битку у нас с вами вот здесь была желтая точка на дневке. Как она отыгрывает, вы можете видеть. Мы отскочили очень сильно и не упали ниже. Она говорит нам о том, что это очень сильный уровень, ниже которого, скорее всего, нас не пустит. То есть уровень 30 тысяч. Хотя, если мы посмотрим в историю, то у нас вот здесь тоже, в логарифме будет виднее, тоже была желтая точка на вот этом вот уровне в 6 чем-то тысяч, почти в 7 тысяч. Но после этого мы на коронодампе упали на 3 800. Так что эта желтая точка, конечно, отыграла, но слегка позже и после нее случился 50% сквиз. Так что в худшем сценарии нас, конечно, могут прокатить на 20 с чем-то, дико вынести всех лонгистов и только потом Туза Мун. Но, не знаю, я пока в такой сценарий тоже не верю. Но надо быть готовым ко всему, это рынок. Минутка новостей. Майкл Сейлор твитит у себя. Соединенные Штаты имеют миллиарды в биткоине на своих балансах. И показывает новость про биржу Bitfinex. Вот она на форклоге в русском переводе, спасибо, форклог. Власти США конфисковали биткоины на 3,6 миллиарда, похищенные из Bitfinex. Так, у него написано 4,5 миллиарда, ну ладно. Допустим, представители властей США заявили о задержании лиц, причастных ко взловому биржу Bitfinex в 2016 году. Bitfinex, на самом деле, потому что финик, битфиник, полынь и банан, кто понимает, о чем я. Короче, конфискация старых украденных биткоинов, 120 тысяч биткоинов. Будут ли имидампить рынок сейчас или нет? Вот это вопрос. Каковы планы? И окажет ли это влияние на рынок или нет? То есть будут ли дампить по маркету? Но, как мы видим, биржевой токен Bitfinex на этих событиях, на этих новостях неплохо отрос, на 50% запампился. Скорее всего, это памп и дамп история, так что аккуратнее не лезьте, дисклеймер. Но в целом, вот такая вот новость. И будут ли они дампить эти битки или нет? Я думаю, что как минимум плавно разгружаться они будут. Поэтому, на мой взгляд, не глупо ставить промежуточные тейки и плавную разгрузку по позициям. Что я, собственно, делаю сам и вам рекомендую. Даже по таким низким ценам, даже где вы думаете, блин, это только дно. Все равно большие плечи лучше скидывать сразу и ехать дальше на маленьких. Потихонечку, без нервотрепки. Что еще по биткоину хотел вам сказать? Что если мы находимся все-таки в бычьем рынке, и это парабола, да, с медвежьей ловушкой, с гигантским флетом, в котором мы год находились. И честная цена вот у нас все-таки идет как раз там, где сейчас. То есть, вот это была перекупленная зона, честная цена, снова перекупленная зона, перепроданная зона. То есть, честная цена, на самом деле, двигается как-то вот так. Тогда мы можем увидеть некую закономерность. Смотрите. Вот у нас есть вот такая вот трендовая, которая была немножко пробита, но мы можем ее поставить таким образом, да. Это первый тренд, скажем так. Но дальше, если мы двигаемся параболически, то у нас напрашивается убыстрение этого тренда. И по законам жанра третья трендовая, которая более резкая еще и более сильная, которая может запампить нас выше 100к гораздо быстрее, чем все думают. Потому что так исторически у нас с вами и было. Если вы посмотрите, что было раньше. В предыдущем был ранее, в любом другом. У нас всегда тоже была первая трендовая. Потом мы начинали идти быстрее. Вторая трендовая. Все меньше отката давать. И третья трендовая, которая уже просто буквально отвесная. Здесь их было даже 4, можно сказать. То есть, по сути, вот мы рисуем такую экспоненту прямых линий. И вот у нас не было еще с вами третий и четвертый трендовых, да. То есть, у нас была первая, вторая усиляющаяся. И вот у нас напрашивается третья, более резкая волна. Переписывание, мол, тайм хая. И, возможно, четвертая вообще суперэкспоненциальная. Если цена будет двигаться как-то вот так в глобальном масштабе, то вполне себе возможен такой сценарий. Так что просто держите это в голове. Я ни к чему не призываю. Я сам об этом думаю, смотрю. И мне тоже страшно. Хотя, по идее, там где страшно, как вот здесь, это то, где нам надо покупать. И ехать наверх. Так что, дисклеймер, не финансовый совет. Это был Гринни, канал Crypto Commons. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте стопы, тейки. И всем профитролей. Увидимся скоро. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok